друзья огромный вам творческий привет с вами на связи серджио корсар буквально перед началом обработки у меня есть небольшая кучка полезной информации поэтому попрошу вашего внимания давно у меня на канале не было портретной обработки и сегодня мы будем с вами обрабатывать женский портрет обработка будет на компьютере но те кто обрабатывает свои снимки на телефоне могут смело ко мне присоединиться так как lightroom что мобильные что компьютерные имеют идентичный функционал ну за исключением парочки параметров которые я использовать не буду огромное спасибо нашему другу и соратнику по фотографии сергею андрейчук у который любезно предоставил нам фотографии из своей коллекции для этого тьюта мы с вами обработаем три фотографии и создадим три замечательных пресета и напоминаю что мои пресеты формата dng подходят для применения и на андроиде и на айфоне инструкции по установке есть telegram канале пресеты же формата xmp можно использовать на пк в lightroom и камера роу все инструкции находятся всегда в папке вместе с пресетами если что-то не получается можно связаться со мной через чат telegram канала примеры обработки моих фото в инстаграм и все ссылки на соцсети которые только что упомянул а также дополнительная полезная информация все находится в описании к этому видео и немаловажно по нашей с вами традиции исходники с которыми я буду сегодня работать будут также доступны по ссылке под видео вы можете их скачать и присоединиться к обработке вместе со мной еще хочу обратить ваше внимание что это raw файлы мы сегодня будем работать с рову форматом и если вы обрабатываете фото снятые на телефон формате джипег то ваша фотография с этими пресетами будет более насыщенная так как джипег насыщенность прибавляет аппарат на поэтому ползунки насыщенность и сочность вам нужно ставить меньше не пережгите цвет кожи это самое главное в портрете ну и наверное предлагаю приступить к обработке поехали да все-таки небольшое предисловие по обработке портрета и наверное по съемке итак друзья напомню еще раз что любая обработка портрета начинается с цвета коррекции цвета кожи далее этот цвет скажем так фиксируются его уже не трогают ну а остальное сочетание цветов уже зависит от вашего креатива вкуса знания цветовых схем предпочтений навыка скилла возможности техники на которую вы проводили съемку это тоже конечно же немаловажно как и наличие красивого света скажем золотой час который важно иметь при съемке никакими кистями и фотошопом его не пририсовать и любой разбирающийся фотографии сразу скажет цвет реальный или дорисованный задача фотографа конечно же использовать свет при съемке итак друзья предлагаю начать с обработки этой фотографии хочу сказать сразу что это не лучшая фотография в данной фотосессии есть фотографии поинтереснее на мой взгляд конечно но мы выбираем эту фотографию по той простой причине что здесь очень много цвета синий голубой красный оранжевый желтый здесь присутствуют все цвета радуги это то что нам нужно для создания пресета и после того как мы на этой фотографии создадим с вами пресет проделав цветокоррекцию всех цветов которые присутствуют на этом снимке мы полученный пресет можем дорабатывать уже на других фотографиях таким образом задействовав всю цветовую гамму этой фотографии мы с вами получим универсальный пресет который красиво ляжет практически на любую фотографию но любой женский портрет обращаю ваше внимание если вы обрабатываете на компьютере вы можете выбрать профиль который вам больше понравится обычно очень хорошо отрабатывает профиль адоб портрет но виду того что многие применяют данные пресеты на jpeg а этот профиль работает только с raw файлами я вынужден обрабатывать на стандартном профиле но как вы видите он практически не отличается на мой взгляд портрет немного смягчает кожу мы это с вами получим за счет других настроек и так давайте сразу начнем с температуры я хочу сделать фотографию потеплее вы конечно можете со мной поспорить но я люблю когда портрет теплый когда я обрабатываю город моя фотография может быть холодная но я как и многие другие фотографы считаю что портрет должен быть теплый и вообще если вы посмотрите на картины классиков вы всегда обратите внимание что всегда все портреты художники писали именно в теплых тонах экспозицию можно сделать чуть-чуть посветлее контраст пока трогать не будем света сделаем немножко ниже приглушим тем самым излишнее свечение пожалуй вот так будет достаточно добавлю немного информации в тенях потому что дальше мы будем работать над контрастом и мы его добавим за счет тоновой кривой здесь пока мы все пропустим давайте вот теперь перейдем к текстуре и виду того что мы обрабатываем женский портрет они urban фотографию мы с вами текстуру будем не прибавлять как обычно а наоборот убавлять это сгладит кожу и слегка заретуширует мимические морщинки неровности на коже так убавим текстурку буквально минус 10 и четкость также давайте мы сделаем минус 5 убавим насыщенность минус 25 и прибавим сочность но в данном случае можно даже посильнее плюс 50 теперь давайте перейдем кто новый кривой зажимаем кнопочку alt если вы на компьютере если вы на телефоне ну что ж напрягайте ваши пальчики деваться некуда и так опускаем средних темных тонах точку вниз средние тона возвращаем к центру но пожалуй не до конца добавим немного контрасту этому изображению дальше зажимаю в средних светлых тонах слегка приподнимаю не сильно я оставил практически в центре на месте где она и была точку белого опустим немного вниз точку черного поднимем немного вверх тени у нас сразу стали помягче добавим еще одну точку между вот этими двумя крайними и опустим чуть чуть вниз вот такую кривую в виде вот такой клюшки мы с вами получили и давайте сразу перейдем в красный канал но так как это портрет мы с вами сильно выгибать кривую не будем совсем чуть-чуть и так зажимаем кнопочку alt опустим вот таким образом точку в средних тонах середину вернем на родное место и давайте сразу же перейдем в зеленый канал примерно на такое же расстояние опускаем точку в средних тонах середину возвращаем на место переходим в синий канал и делаем то же самое опускаем не сильно точку средних тонах и центр возвращаем на место выполнив такое действие мы с вами выполнили легкую тонировку и самое главное что мы сейчас сделали это мы добавили контраст в цветах цвета на изображении стали более сочные более красивые более контрастные теперь давайте мы вернемся к базовым настройкам слегка понизим точку белого точку черного слегка повысим мы с вами обрабатываем женский портрет и я считаю что фотография должна быть легкой излишний контраст ну совершенно не нужен и здесь контраст мы немножко убавим смягчим изображение минус 20 вот такое изображение мы с вами получили и двигаемся дальше переходим в панели чисел и так красный мы перейдем в сторону оранжевого цвета сделаем его потеплее ориентируемся вот на эти цветочки пожалуй плюс 30 будет достаточно оранжевый цвет перед видим наоборот в сторону красных оттенков но не сильно теперь мы ориентируемся на цвет кожи не видите когда мы убираем очень сильно влево то кожа становится красной а кожу мы должны получить цвета спелого персика я думаю что вот так будет достаточно минус 11 так теперь давайте посмотрим желтый желтый у нас достаточно много и он в некоторых местах в том числе на коже появляется как артефакт это вообще абсолютно не нужно давайте мы его подальше уберем в сторону оранжевого цвета и тем самым практически желтый и оранжевый сведем к единому цвету ну даже наверное вот так вот минус где-то 70 да наверное так давайте двигаемся дальше цвет кожи мы обработали такой цвет мне нравится больше чем на начальном изображении двигаемся дальше зеленый такой вот зеленый нам не нужен изумрудный мы его сделаем теплый подведем сторону желтого цвета где-то примерно на 64 65 аквамарин аквамарин у нас как раз вот автомобильчик давайте посмотрим какое мы его сделаем зелененький или серенький ближе к голубому к синему цвету но мне кажется что вот так он смотрится поинтереснее то есть я все-таки аквамарин уберу вправо в сторону синего цвета примерно на плюс 42 синий цвет вот такой синий совершенно мне не нравится поэтому синим и тоже будем двигать влево в сторону аквамарина вот такой синий цвет уже поинтереснее давайте оставим его таким так теперь фиолетовый и пурпурный давайте посмотрим фиолетовый то у нас остался он в местах где есть синий цвет давайте мы уберем фиолетовый в сторону синего где-то на минус 50 так пурпурный пурпурного у нас практически нет я не замечаю но давайте чтобы убрать все-таки артефакты которые могут проявиться на других снимках при применении пресета который мы сохраним мы уберем пурпурный в сторону красных посильнее вот так на плюс 90 так дальше насыщенность красный цвет сделаем его менее насыщенным не нужно чтобы он так прям светил у нас ну где-то вот наверное минус 15 оранжевый оранжевый тоже слегка убавим но не сильно кожа не должна оставаться бледный я думаю что где-то минус 10 будет нормально желтый не желтый честно говоря мне не нравится он дает какую-то грязь давайте мы его уберем прям посильнее вот на 95 так зеленый зеленый совсем убивать честно говоря не хочется он проявляется там же где и желтый вот смотрите на бампере вот здесь ну смотрится это грязно мне это вообще не нравится давайте мы его уберем ну наверное вот так вот прям на минус 80 81 так как вам арен вот теперь аквамарин можно слегка поднять но мы не будем делать его ядовитым давайте сделаем буквально чуть-чуть там плюс 18 будет достаточно синий синий наоборот можно прижать ну вот так пожалуй минус 50 так фиолетовый фиолетовый тоже слегка прижмем минус 28 пурпурный не могу понять где он есть нету я его не вижу давайте оставим на нуле так яркость давайте мы начнем с вами синего посмотрим сделать нам его поярче или потемнее вы знаете я бы сделал его чуть-чуть потемнее буквально там он где-то может быть на минус 20 это и так достаточно сильно для этого изображения аквамарин трогать не будем оранжевый мы добавим кожи немного загара но сильно добавлять не будем здесь вы тоже смотрите действуйте этими настройками крайне осторожно потому что кожа может получиться темной и неестественной я думаю что минус 5 будет достаточно так теперь давайте мы с знаете что сделаем давайте мы сразу кликнем сюда удалить хроматические аберрации профиль объектива я включать не буду к трансформации нам не нужно добавим немного виньетки минус 20 значения сместим немного влево центральную область но где-то на 2526 округлость округлость уберем слегка вправо буквально там на 39 на 40 и чуть-чуть добавим растушевки плюс 70 так ну что же уже неплохо уже неплохо так единственное что давайте мы теперь перейдем в раздельное тонирование я сжимаю кнопку alt и подберу тонировку в светах я хочу взять за образец цвет кожи и распространить его на светлые участки мне кажется что это вот примерно вот где-то вот такое значение где-то 31 это цветовой тонн отпускаю alt и теперь добавляю насыщенность 25 до пожалуй больше не нужно 25 так теперь смотрим тени зажимаю alt а тени я хочу подобрать ближе к цвету автомобиля но наверное да что-то вот такое вот 205 цветовой тонн отпускаю alt и теперь подберу насыщенность ну да сильно уводить не стоит потому что фотография становится холодной так вот что мы с вами получили но мне это не очень нравится честно говоря потому что фотография стала какой-то бледный нам нужно добавить туда все-таки немножко контраста давайте посмотрим за счет чего мы это будем делать так точку черного подвинем немного левее теперь у нас значение будет плюс 18 тени тени плюс 53 давайте наверное добавим немного насыщенности прям чуть-чуть до значения минус 14 так и давайте мы теперь перейдем в rgb и поработаем со средними участками они мне кажется получились какие-то слишком светлые бледные как добавляем еще одну точку потянем немного ниже вот эту точку уведем тоже немного ниже так эту я пожалуй подниму друзья чтобы мы не делали чтобы мы не крутили всегда смотрим на цвет кожи и если наша настройка портит цвет кожи то мы откатываемся назад и убираем эту настройку вот вот где у нас зарылся то зверь вот здесь мы все-таки прижмем эту точку пониже здесь делаем чуть-чуть повыше таким образом вот добавим локальный контраст в некоторых местах и теперь блики на автомобиле у нас не будут так сильно светиться и светлые участки на коже так ну что же уже неплохо давайте еще потренируемся с балансом белого посмотрим что будет если мы подвигаем температуру и так и теперь попробуем оттенок можно добавить немного оттенка фотография стала потеплее а света кожи я насыщенность все-таки немного сниму мне почему-то кажется она неестественной вот так я думаю будет поинтереснее давайте посмотрим что мы с вами накрутили и так было встала было встала когда шли постепенно не было так заметно да как меняется изображение а теперь мы видим что она у нас просто кардинально поменялось ну что ж отлично эту фотографию я больше трогать не буду я сохраняю пресет так создать пресет butterfly создать отлично а